И снова здравствуйте, мастера, дорогие мои. В этом уроке мы поговорим с вами о молнии, и я вам покажу, как вставлять собачки, две собачки. Конечно, для сумочки лучше всего, если будут две собачки. Я говорила о том, что если вы покупаете молнию метражом, то лучше покупайте как минимум две собачки, если у вас полметра, или четыре даже собачки, если у вас метр, вы покупаете. Но я купила готовую молнию. Я покупала в Финляндии, нашла, что есть, мне понравилось. Цвет, все, но вот она готова, и слава богу, двумя собачками. Но здесь две собачки закрываются не так, как мне нужно. Мне нужно, чтобы они отсюда открывались, а здесь у меня не так. И поэтому я как раз, видите, я только-только сняла стопоры. Вот когда вы молнию покупаете, здесь есть стопоры. С одной и с другой стороны. Я сняла и с этой, и с этой стороны. И как раз-таки вам покажу, как одевать эти собачки. И поэтому что я делаю? Я снимаю, только я хочу сейчас понять, какую-то одну собачку я снимаю. Да. Вот. Вот эту я снимаю собачку. А вот эту я вам покажу сейчас, как одевать. Для этого нам понадобится вилка. Как вы понимаете, то же самое вы делаете с молнией, которую вы покупаете на разведке, всегда хочется сказать, на метраж. Итак, я приближаю, чтобы вам было хорошо видно. Смотрите, я беру собачку. И вот здесь одна сторона собачки есть вот с такой перемычкой, а другая без перемычки. И мы вставляем так, чтобы вот так вот было, чтобы перемычка смотрела на нас. Дальше. Я цепляю вот этот вот хвостик, вот этот вот, видно вам, надеюсь, за вот тут вот в середине вилочки. То есть сейчас я вот так вот ее одену. Сейчас. Сейчас. Так вот хвостик этот вот отодвигаю. И одеваю. Сейчас покажу снизу, как это выглядит. Вот, видите? То есть вот этот вот язычок, он между отверстиями, между зубчиком вилки. Вот. И вот эта перемычка смотрит на вас. Вот так. А вилка у меня под стеклом. То есть вы куда-то ее, может быть, под ящик, в движной ящик тоже. То есть вы где-нибудь укрепите ее, чтобы вилка вот так не шевелилась. То есть она, ну, она шевелится, но она так не... То есть она очень плотненькая. Дальше. Вы берете. Такие вот, видите, у меня длинные хвостики. Конечно, лучше всего, чтобы они покороче были, но не важно. Важно другое, что вы одновременно, вот таким-то образом совмещаете их, одновременно туда вмещаете. И как только вы до зубчиков дошли, здесь очень легко. То есть постарайтесь, чтобы они... Ох, у меня камера не очень неудобна. Может быть, так. Как только вы до зубчиков дошли, выравниваете, если вдруг... Ну, вот, чтобы у вас прям все было одинаково. И проходите. Все. Ну, то есть это настолько просто, что... Знаете, я сейчас переделаю, что я хочу, чтобы зубчики одинаково были. Но факт тот, что одевать собачки вот так обе, это действительно очень просто. Ну, сейчас переделаю. Вот, потому что это... Ну, прям совсем-совсем легко. А вот если у вас молния, которую вы купили, где не вставлены собачки, например, то, кстати, вы когда покупаете молнию, попросите, чтобы они вам собачки одели. Потому что я собачки, чтобы не потерялись, храню прямо на самой молнии. Прямо все собачки одеваю, какие только у меня есть. Мне это очень удобно. Ну, сейчас нет с собой, показать не могу. Вот. Я, кстати, переставлю, пока с вами разговариваю. Еще раз заодно покажу. Так вот. И если у вас нету двух, если у вас не стоит одна собачка, то первую собачку вы одеваете, когда у вас не стопором на себя смотрит, а другой стороны. Вот. Вот враньяна. Все. А, нет. Нет, все равно есть небольшое расхождение. Чик. Нет. О, все, попало. Идеально. Идеально, девчоночки. Все. Там, видите. Все прям супер. Все, видите, тут нету никаких. То есть, оно идеально. А вот эта вот небольшая складочка, ну, когда вы две собачки вставляете, всегда такое есть. Вот. И знаете, что еще проверьте на этом этапе? У вас собачки должны очень легко ходить. Должны очень легко ходить. И если они ходят, ну, как-то заеданием, потому что у меня вот хорошая молния, когда я купила, она была очень, ну, очень гладенькая, переставьте собачки. Иногда бывают такие, потому что иногда девчонки смазывают ее там воском, гигиенической помадой. Но я больше рекомендую вам все-таки просто переставить собачки, и будет отлично. Друзья мои, я уверена, что переставлять собачки для вас теперь настолько просто, если вдруг вы боялись или были неуверены. Продолжение следует...